Всем привет! Давайте рассмотрим, как можно поделить, разрезать нашу фигуру, чтобы потом по частям распечатать ее на 3D принтере. Можно, перевернув нашу модель, вот так вот, на сетке и резать по сетке, допустим. Чуть-чуть давайте увеличим ее в размере, и с помощью MOV подкорректируем, сейчас, и с помощью MOV перенесем ее вот так вот по сетке, чтобы вот голова была, получается, сколько частей мы можем сделать, можем сделать 3-5 частей, и давайте ее выровняем. Вот мы ее выровняли, еще немножко ее давайте откорректируем, так, выше подвергаем по плечи. Вот. И теперь что нужно сделать? Теперь можно переключиться на Sleek Curve, и вот так вот резать ее. Предварительно давайте сделаем Make Polymesh, зайдем в геометрии, сделаем Dynomesh, маленькое разрешение поставим, делаем Dynomesh. Вот модель у нас уже с полигруппой, и можем вот так ее резать, ровно, назначая полигруппу, вот так вот. Это вот один способ. Давайте еще один рассмотрим, он чуть-чуть будет посложнее, опять сделаем Dynomesh, отменим полигруппу нашу, нажмем полигруппу и нажмем AutoDub. Так, теперь давайте нашу модель поставим ровно, с помощью ротации. С помощью ног давайте перенесем по центру поставим, вот так она у нас будет выглядеть. Теперь что нам нужно сделать? Давайте зайдем в Subtool, нажмем Append, нажмем Coup, переключимся на Coup, и давайте, так, давайте вернемся, удалим наш куб, добавим новый, и попробуем его вынецелайзер. Так, мы не сможем, и давайте теперь его уменьшим. Нажмем Skyl, и вот так вот ее. Так, теперь на Move давайте его отрегулируем, поставим где-то вот тут. и теперь зайдем в ArrayMesh, нажмем ArrayMesh, и вот этими полосками, здесь вот поставим Repair, 4 части, и вот это по Y, вот так он переключается, вверх-вниз, давайте вверх его поставим, и теперь зайдем в Деформацию, и вот так вот откорректируем. Нажмем теперь прозрачность. Вот такой куб у нас получился. С помощью Move давайте его теперь поставим на нашу модель. Способ интересный. Может никто пользоваться им не будет, но знать о нем хорошо. Вот теперь мы можем по кубу отрезать вот так, поделить на разные части. Куб наш можно перемещать, делать так, как нам будет удобно. И теперь давайте разрежем нашу модель. Вот так она у нас стала выглядеть. Когда мы зайдем теперь в ArrayMesh, поставим Make Mesh, и теперь давайте... Вот у нас деления появились. Вот по ним мы можем резать полностью нашу модель, ровненько. На разные части, на несколько, на 5, на 6, на 4. Вот они наши идут кубы. И давайте теперь нажмем строк, зайдем в Modity File, и Replay Last нажмем вот так. И попробуем поделить нашу модель. Вот мы ее разделили. Теперь можно перейти на нашу модель и нажать Replay Last. Переведем модель вниз. Вот так она у нас делится. Назначить полигруппу. Назначить полигруппу нужно вот именно вот отсюда. Перейдем теперь опять на наш куб. Отменим полигруппу и давайте вот так по линии отделим. Нажмем строк и Replay Last. Вот у нас появилась отделенная группа. Давайте теперь по талии врезаем. Вот еще одна полигруппа. Опять переходим на нашу модель и жмем опять Replay Last. Вот так мы ее делим. Давайте теперь до конца я поделим. Где что проходит. Так назначим. И вот по этой части. Вот так вот. Вот так вот. Перейдем на нашу модель. Нажмем опять строк и нажмем Replay Last. Вот у нас группы поменялись чуть-чуть. Надо теперь по одной их делать. Опять переходим. Опять жмем строк и Replay Last. И вот так по одной группе мы назначаем наши модели, где она будет резаться. Чтобы вот никакую деталь не потерять. Теперь что мы делаем. Давайте вот это все отключим. И теперь зайдем в Split. И теперь зайдем в Split. Жмем Go Split. Ок. Вот они наши модели. Вот наши части появились. Способ интересен. Все ровненько. Теперь давайте отключим некоторые части. И посмотрим, что и как они выглядят. Вот так они разрезанные выглядят. Сейчас я сетку отключу. Они пустые. Их надо теперь заполнить. Заходим теперь в геометрии. Жмем Modify. Фитополуцию. И жмем Close. Вот наша модель заполнена полностью. Вот так вот. Внешний вид не смотрите. Я разрешение даймы мыши мало вставил, чтобы модель была легкая. И показать было удобнее. Вот такие еще два способа деления нашей модели для печати под 3D принтер. Все. Всем пока. До свидания.